Друзья, всем привет! Сегодня я нам на ужин готовлю постные котлеты и как всегда делюсь с вами своим рецептом. Для котлет я взяла 500 грамм отварной перловки, морковь 150 грамм, 250 грамм луковицы, 1 зубчик чеснока, можно побольше, 200 грамм сухарей, также у меня смесь перцев и соль. И мне нужно будет масло оливковое для обжарки. Для начала я сейчас буду резать лук и морковь и это все я буду обжаривать. Как я буду резать, это вот ни на что не влияет, так как мне нужно будет эту обжаренную морковь и лук перекрутить на мясорубке. Я, как обычно, спешащая леди, думаю, что у меня не хватает, куда я делаю картофель и вот у меня еще очищенный картофель есть, 285 грамм, ну можно 250-300 грамм, это будет зависеть от вас. Значит, порезала я морковь, сейчас буду крошить лук и сразу же все это обжаривать. Картофель у меня сырой. В сковороду я налила 2 ложки оливкового масла, разогрела и теперь опускаю сюда морковь. Пока у меня обжаривается морковь, я нарезаю лук. Немного обжарив морковь, я добавляю сюда лук. Чтобы не добавлять сюда большее количество масла, я добавила сюда 2 ложки кипяченой воды и теперь закрою крышечкой, чтобы это у меня приготовилось до мягкости. Но я буду ее, естественно, открывать, чтобы у меня там не было влаги. Пока готовятся мои овощи, я тру картофель. Измельчаю зубчик чеснока. И добавляю его в картофель. Зажарка готова. И сейчас нам остается перекрутить. Кто давно с нами на канале, те знают, что электромясорубка у нас сломана и мы уже который год пользуемся вот такой вот самодельной мясорубкой. Это сделал мой кулибин. Зажарка готова. Кто? 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 ну вот и все мы перекрутили и хочу сказать конечно же это очень опасно хирургически можно сказать для девочек это очень неудобно да и мне самой принципе зависеть всегда от мужа тоже не очень удобно ну когда-нибудь разбогатею куплю себе новую мясорубку теперь эту смесь я добавила картофелю добавляю смесь перцев вы если будете готовить то свои любимые специи добавляйте и соль теперь мне это все хорошо вымешать надо и можно будет формировать котлеты конечно скажу я вам руками гораздо удобнее чем ложкой смачиваю руки в холодной водичке я поставила сюда я сформирую котлетки обваляю их в панировочных сухарях и сразу уложу на блюдо чтобы мне потом было удобнее их готовить да чтобы они у меня были более-менее одинаковые я всегда котлетки вот готовлю при помощи вот этой вот крышечки я когда-то давно это себе приспособу сделала и пользуюсь ей уже долгое время вот они мои первые котлетки красавицы из данного набора продуктов то что я показывала я сформировала 10 котлеток и сейчас мне остается их только лишь обжарить обжаривать можно как на подсолнечном так и на оливковом масле ну что ж вперед обжаривать первая партия уже на месте обжаривается вот обжаривать я буду с двух сторон а потом немножко прикрою крышечкой после обжарки обжариваю я на умеренном огне и вот когда они у меня прихватились уже с одной стороны обжарили с другой стороны я закрываю крышечкой ну вот и все постные котлеты готовы вот такие вот они получились они очень горячие еще я только сняла со сковороды что я вам желаю приятного просмотра и приятного аппетита нам мы сейчас будем кушать и наслаждаться такими постненькими котлетками всем пока пока до новых встреч